Диагностика рака почки 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 После госпитализации, если лечащий доктор берет на себя ответственность и готов выполнить гидротацию такому пациенту и проконтролировать анализы крови, креатинин у такого пациента. Особая группа – это пациенты на гемодиализе. У них нет противопоказаний для выполнения КТ с внутривенным контрастированием. В любом случае, контраст будет выведен на сеансе гемодиализа. И еще отдельного внимания заслуживают в анамнезе данные о приеме метформина. Это пациенты с сахарным диабетом второго типа. Если открыть инструкцию к препарату метформина, то там написано, что он не может приниматься совместно с йод-содержащими контрастными препаратами. Соответственно, пациенты за два дня до предполагаемого исследования должны перестать принимать этот препарат и возобновить его уже через день после выполненного КТ с внутривенным контрастированием. Что касается противопоказаний для МРТ. Мы помним, что МРТ – это огромный магнит. Соответственно, если пациент с кардиостимулятором заходит в МРТ, то есть риски того, что у пациента возникнет аритмия, потому что кардиостимулятор будет выведен из строя. Даже несмотря на то, что есть современное поколение кардиостимуляторов, которые пишут, что совместимы с магнитно-резонансными томографами. Да, они совместимы, но никто не учитывает нюанс, что выполнение такому пациенту МР-исследования требует присутствия кардиолога и реанимационной бригады. Далеко не любое медицинское учреждение согласится провести МРТ такому пациенту. Также противопоказанием является наличие металлоконструкции в теле, которые выполнены не из титана. Это эндопротезы старых образцов, то есть если пациенту выполнялось эндопротезирование в 2000-х годах, он обязательно на исследование приносит с собой медицинскую документацию, где прописан, какой же именно эндопротез ему ставили. Мы проверяем в специальных программах совместимость с МР-томографами. Также сюда относятся наличие сосудистых клипс, наличие осколков после ранения. Это все предметы, которые могут вызвать кровотечение во время проведения МР-сканирования. К относительным противопоказаниям относятся наличие клаустрофобии. МР-сканирование занимает порядка 40 минут. Пациенты, у кого есть клаустрофобия, просто не вылежит исследование. Для них вариант проведения сканирования под седацией. Опять же, не любое медицинское учреждение может провести МРТ под седацией взрослому пациенту. И если мы говорим об МРТ с внутривенным контрастированием, в отличие от КТ, здесь в годолине, содержащей контрастный препарат, он крайне редко вызывает аллергические реакции. Однако мы также обязаны проверить у пациента уровень креатини на крови и рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Если у пациента тяжелая почечная недостаточность, то если мы такому пациенту вводим МР-контраст, велики риски развития нефрогенного системного фиброза. Следующим этапом, после того, как мы выяснили, что у пациента нет противопоказаний для исследования, приступаем к сканированию. И тут важно остановиться на самом протоколе сканирования. Если мы говорим о КТ, то это обязательно 4 фазы сканирования. Нативная, бесконтрастная. Кортикомедулярная, которая выполняется на 35-40 секундах после внутривенного введения контрастного препарата. Нефрографическая, это 0,8 секунды. И отсроченная или экскритурная на 7-й минуте. Почему важно наличие каждой из фаз контрастирования? Потому что это информативность нашего исследования. Потому что рентгенолог при отсутствии нужных количеств фаз не сможет ответить на все вопросы, которые перед ним ставит клиницист. Соответственно, рассмотрим клинические примеры. По цифре 1, верхний ряд, 2 изображения. Мы видим какую-то округлую зону в средней третьей левой почке. В нефрографическую фазу она обозначена белой стрелкой. И второй случай, это нижний ряд изображений. Мы видим какое-то округлое образование в средней третьей правой почке. Если вы обратите внимание на характер контрастирования, в первом случае контрастирование идентично паренхиме почки. И это не опухоль, это псевдоопухоль или гипертрофия бертиневых колонн. При правильно выполненных фазах мы видим, что контрастирование идентично паренхиме. И смело утверждаем, что здесь нет никакого образования. В то время как во втором случае есть активное вымывание контрастного препарата из образования в нефрографическую фазу. Это опухоль почки, это пациент, требующий повышенного внимания и описание другого построения протокола заключения. Онкологическим пациентам возможно применение КТ без внутривенного контрастирования. Информативность нативных КТ-томограмм высокая при исключении метастатического поражения органов грудной клетки. Мы по бесконтрастным сериям можем исключить метастазы в паренхиме легкого, внутригрудные лимфоузлы, костные структуры. Мы по нативным томограммам можем сказать вам, есть ли в брюшной полости свободная жидкость. Мы можем выявить увеличенные измененные забрюшинные лимфатические узлы и метастатическое поражение костных структур на всем уровне сканирования. И также применяется при экстренной патологии, если у онкологического пациента заподозрен инсульт. По КТ мы можем исключить инсульт или гематому головного мозга. Итак, переходим к протоколу сканирования МРТ. Это то, что в настоящее время сильно нестандартизировано, и различные лечебные учреждения сокращают протоколы МРС-сканирования как могут при оценке патологии почек. Что важно, чтобы было в протоколе сканирования МРТ? Т2 взвешенное изображение желательно во всех трех проекциях – и аксиальное, и корональное, и сагитальное. Т2 взвешенное изображение с жироподавлением в аксиальной проекции. Т1 взвешенное изображение фазу-противофазу, режим-градиент на эхоаксиальные проекции. Диффузионно взвешенное изображение с обязательным построением ЭКД-карт. И Т1 взвешенное изображение с жироподавлением, бесконтрастная серия и постконтрастная серия. В сочетании с субтракцией. Толщина среза МРТ не должна превышать 6 мм. Чем тоньше срезы, тем лучше, тем больше информативность полученных томограмм. Коротко о субтракции. Это не дополнительная программа сканирования, то есть это не увеличивает время сканирования пациента. Это модель постпроцессинговой обработки. Томограф автоматически достраивает серию субтракции путем вычитания из постконтрастных серий нативных томограмм. Для этого лаборанту всего лишь перед началом сканирования необходимо отметить галочкой пункт субтракции. Томограф все сделает за лаборанта. Где применяются эти серии? Очень удобно при оценке кистозных образований почек, когда мы не можем понять, есть ли компонент, накапливающий контрастный препарат. Представлен клинический случай кистозного образования, в котором есть и высокобелковое содержимое, и какие-то изменения, подозрительные на солидный компонент. Мы можем сказать, солят это или нет, только если там есть накопление контрастного препарата. Нижний ряд изображений. 3D-лава подписанная серия – это обычные постконтрастные серии, где не очевидно накапливает ли контрастный препарат пристеночный узел. Зато как хорошо его видно на сериях с субтракциями. Вы видите гипоинтенсивный МР-сигнал от содержимого кистозного образования с массивным пристеночным солидным компонентом, который явно накапливает контрастный препарат. Что касается алгоритма диагностики, рентгенолог, когда приступает к анализу изображений, первое, что он делает при выявлении образования почки – оценивает структуру. По структуре образование может быть кистозное и солидное. В 2019 году при выпуске обновленной версии классификации БОСНИК была введена уточняющая терминология. Теперь мы знаем, что кистозное образование – это образование, которое менее чем на 25% состоит из тканей, измеримо накапливающих контрастный препарат. И все кистозные образования подлежат стратификации по классификации БОСНИК. И методом выбора для оценки таких образований будет магнитно-резонансная томография. Что такое накапливающий или не накапливающий контрастный препарат? Если мы обратимся к данным КТ с внутривенным контрастированием, то мы оцениваем плотность, измеряем ее на нативных томограммах и постконтрастных сериях. Если плотность повышается в пределах 10 единиц Хауншфилда, значит накоплений нет, и это кистозный компонент. Если плотность увеличивается в измеряемой зоне от 10 до 20 единиц Хауншфилда, то это так называемое псевдонакопление, требующее уточнение другими методами, например, МРТ-субтракции. И если повышение плотности превышает более 20 единиц Хауншфилда, значит накопление в данной зоне и есть. Это солидный компонент. При оценке магнитно-резонансной томографии мы говорим о наличии накоплений. Если есть повышение МРТ-сигнала на постконтрастных сериях и на сериях с субтракцией. Итак, данный слайд призван подчеркнуть преимущества магнитно-резонансной томографии по сравнению с КТ при оценке кистозных образований почек. По версии 2019 года рентгенолог теперь должен посчитать количество перегородок, оценить их толщину, равномерно или неравномерно они утолщены. И это будет влиять на то, какую категорию мы присвоим оцениваемому образованию. Посмотрите, как плохо видна структура на КТ-томограммах на постконтрастных сериях. Мы видим, что кистозное образование неоднородной структуры. Однако не посчитать количество перегородок, не оценить их толщину мы по данным сериям не можем. Зато как четко мы видим структуру кистозного образования на МР-томограммах. И тут приведены примеры, это два взвешенных изображений и серии с жироподавлением до внутривенного введения контрастного препарата. То есть даже по нативным МР-томограммам мы уже можем предположить категорию по босник. И теперь пару слов о солидных образованиях почек. На настоящий день единственное образование, солидное образование почки, которое мы можем предположить по данным КТ и МРТ, является ангиомиелепома. Патагноманичным признаком является наличие макрожира в структуре. Все остальные образования, такие как почноклеточный рак, онкоцитомы, ангиомиелепомы с низким содержанием жира, к сожалению, при отсутствии распространенного процесса опухолевого тромбоза, инвазии фасции герота. По данным КТ и МРТ мы предположить не можем. Соответственно, как выглядит ангиомиелепома? Макрожир мы видим и на данных КТ. Это зоны пониженной плотности, они отмечены стрелкой на слайде. На МР-томограммах это зоны повышенного МР-сигнала на Т1-звешенных изображениях с подавлением сигнала, он становится гипоинтенсивный на сериях с жироподавлением. Так как мы не можем в настоящее время дифференцировать такие доброкачественные образования, как ангиомиелепома с низким содержанием жира и онкоцитомы от почноклеточного рака, то пациенты с выявляемым солидным образованием почки подлежат дальнейшей оценке с применением одной из нефрометрических шкал. В нашем центре это нефрометрическая шкала РЕНО, которая включает в себя 5 критериев оценки, по 4 из 5 критериев присваивается от 1 до 3 баллов, и по сумме баллов уролог понимает, какая степень сложности резекции почки ему предстоит и принимает решение о том, в каком объеме операцию выполнить, каким доступом. Чем еще может помочь рентгенолог? Это сосудистая архитектоника. Мы выявляем добавочные почечные артерии, мы можем сказать о наличии раннего типа отделения почечной артерии, мы можем выявить атеросклеротические изменения брюшного отдела орты почечных артерий, что будет говорить в пользу хрупкости сосудистой стенки, и мы можем указать о наличии каких-то особенностей анатомического строения левой почечной вены, ретроартальный ход, кальцевидная почечная вена. Завершу свой доклад на том, что есть еще ряд патологий, которые рентгенолог может заподозрить по данным КТ и МРТ, и что будет выражено влиять на дальнейшую тактику ведения пациента. В частности, это лимфопролиферативные заболевания. Несмотря на то, что лимфома почки встречается крайне редко, если мы не укажем это в своем заключении, соответственно, пациент, вероятно, будет направлен на хирургическое лечение. Но мы можем заподозрить это по данным КТ и МРТ, и стараемся в своих заключениях указывать хотя бы в дифреаде, что мы подозреваем, что здесь есть лимфома почки. И отдельная группа заболеваний – это уротелиальный рак, который также, если это не запущенный опухолевой процесс, и опухоль достаточно локализована, мы можем понять, что она растет из чашно-лоханочной системы в паренхему почки, а не наоборот. Ну и не буду останавливаться на ТНМ-классификации и рассказывать о том, как мы можем выявить тромбоз сегментарных почных вен и определить уровень тромба в нижней полой вене, выявить отдаленные метастазы, оценить эффективность проводимой терапии с применением критериев системы РЕЦИСТ версии 1.1. В заключении хочу сказать, что КТ – это метод выбора для определения сосудистой архитектоники и исключения тромбоза сегментарных почных вен. МРТ не позволяет оценить такие мелкие ветки, которые мы видим по КТ. МРТ позволяет лучше оценить структуру кистозных образований пациентов, лучше с кистозными образованиями почек направлять на МРТ. ПЭТ-КТ рекомендована как дополнительная опция обследования пациентов с рецидивом почечноклеточного рака и при генерализованных формах почечноклеточного рака. Ну и важен, естественно, мультидисциплинарный подход. Отдельная благодарность за то, что пригласили поучаствовать в вашей конференции. Это очень важный опыт. Надеюсь, моя презентация была полезна. Спасибо, Ильсана Борисовна. Я вижу, есть вопросы. Илья Валерьевич. Спасибо за доклад. Позвольте не согласиться с вашим третьим выводом про ПЭТ-КТ. Вы о нем говорили. Но если мы говорим о ПЭТ-КТ с сорированной глюкозой, которая не используется нигде для диагностики рака почки, мой вопрос связан с чем? С исследованием ЦИРКОН. Исследование третьей фазы, главное событие этого года для рака почки, в котором была показана эффективность ПЭТ-КТ с гиринтуксимабом, меченым цирконием. Как вы относитесь к этому исследованию? Достаточно ли результата для того, чтобы одобрить этот метод? И если он будет одобрен, где вы его видите? В диагностике первичных опухолей как раз он хорошо выявляет маленькие опухоли, которые непонятно доброкачественные, злокачественные. Еще говорю, что это светлоклеточный рак. Либо идем на метастатическую болезнь. Благодарю за вопрос. Моя специализация – рентгенология, а это область радиологии. Я не настолько хорошо осведомлена о последних исследованиях. Из той литературы, которую изучала я, все данные показывали то, что ПЭТ-КТ с различными радиофарм препаратами, не только с глюкозой, не позволяют дифференцировать доброкачественное образование почек от злокачественных. С учетом вашей информации, я думаю, что в настоящий день вряд ли в России зарегистрирован этот радиофарм препарат, и возможно, это наше светлое будущее. Но то, что мы имеем на настоящий день ПЭТ-КТ пациентам с первичным раком почки без признаков генерализации, наверное, не стоит назначать. Спасибо. Я хочу отметить, что это очень интересный метод, метод уже будущего диагностики. Это таргетная диагностика. Гиринтоксимаб – это антитело, которое связывается с рецептором СЕ9 на клетках рака почки. То есть это прицельно несет радиоактивный цирконий на клетке рака почки. Данные очень интересные. Они показывают прямо сравнение. Было ПЭТ-КТ с глюкозой – ничего не светится. ПЭТ-КТ с гиринтоксимабом и цирконием – все светится. Посмотрим. А в России доступность вот этого радиофарм препарата? Нет, это еще даже из США не зарегистрировано. Даже в научных целях. Я думаю, что это будет не скоро. Спасибо. Продолжение следует...